На своей официальной странице Министерство обороны Молдовы разместило сообщение, из которого следует, что поставка партии оборудования стала возможной благодаря хорошему сотрудничеству между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки, за что министр Анатолий Насатый поблагодарил внешних партнеров. Кстати, в пресс-релизе указана общая сумма поставок в 5 миллионов долларов. А вот на официальной странице в Фейсбуке представительство американского госдепа в Молдове сообщило, что молдавские власти уже выплатили за первую партию 1 миллион долларов. Вторая партия должна прибыть уже в ближайшее время. Депутат парламента от ПСРМ Богдан Цирдя на своей странице в соцсети выразил возмущение тем, что у правительства нет денег на ПЦР-тесты для учителей, нет денег на повышение зарплат медикам, зато правящая власть позволяет себе огромные траты на военную технику из США. Только непонятно, с кем Молдова собирается воевать или от кого обороняться. У правительства нет 56 миллионов леев для компенсации потерь фермерам, нет денег на ПЦР-тесты. Учителя обязаны будут два раза в месяц сдавать эти тесты за свой счет. Но есть и хорошая новость. Оказывается, правительство нашло 1 миллион долларов на закупку вооружения у США для модернизации молдавской армии. Всего мы собираемся приобрести вооружение на 5 миллионов долларов. Сей радостный факт произошел аккурат после визита Санду в США и через несколько недель после встречи Санду с казаком. Чего не сделаешь ради обеспечения мира и объединения страны. Богдан Цырдя провел параллель между внешней политикой Америки, которую она проводит в других странах. По его словам, ранее США также помогли Украине и Грузии в модернизации армии. Продали оружие, прислали военных консультантов, провели реформы, а потом в Грузии и на Украине вспыхнула война. По его словам, остается надеяться, что Майя Григорьевна назначит на должность генштаба одну из своих многочисленных кузин, которые возглавят наши победоносные войска в борьбе с внешним агрессором. За комментарий мы обратились в пресс-службы правительства и администрации президента, но на наши звонки там никто не ответил.